что сегодня я хотел сказать ребятки в принципе то что говорил и то что в принципе то что говорил раньше но новые подписчики придется повториться ничего страшного и кое-что новенького а новая будет очень интересно не отключайтесь у меня попросили про чагу рассказать ну так скажем про чагу в интернете но уже столько информации и на моем прошлом канале кстати вы его два ролика и на этом канале тоже уже есть но люди просят значит по-быстрому растет на березах видите кора березовая особо такого запаха не имеет имеет массу массу лечебных свойств по свойствам приравнивается к женщине в чем-то его переплевывает что называется а поэтому в нашей семье в качестве профилактического лечения она используется самая 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 эффективное лечение это профилактическая вот это надо запомнить заботиться о себе как там у библии возлюби ближнего как самого себя себя не любишь ближнего не научишься любить забота о себе о своем теле о своем сознании это обязанность обязанность каждого человека заваривать а сегодня не буду ее прошлый раз заварил прошлый ролик про чай тем более что у меня здесь уже чага с хвоей и немного душица тоже профилактический вариант попью я с чем потом расскажу детали как заваривать чего то уж в интернете столько всего написано значит это у нас топленое масло настоящее кстати когда с топленым маслом чайку попьешь намажешь послевкусие благородное еще долго сохраняется вот это масло в я пробовал и 72 процента жирности брать и 80 там что-то с копейками попробовал его перетопить блин треть воды получилось какой-то да еще запахом не поймешь сыворотка она благородно пахнет а здесь здесь не поймешь все это за вода поэтому мы берем или же участников потом топим масло берем или вот это взято с валберез тоже надо взять мне подделку проверенного продавца ну и попью вот у меня медок здесь есть морожка прошлый раз я вам показывал еще еще чё обещал показать кокосовое масло кто-то может сказать что до подделок сейчас все такое там вот и навал борис можно либо купить но я каким образом я подхожу к выбору сейчас я попробую вам если найду чтоб не голословно было а не найду будет голословно сейчас девочки мальчики у меня тут куча всяких этих натурально все так значит меня в теории сейчас видно будет в теории видно жидкий дым медали всякие вот я когда его купил тоже на валберез мы сказали мы химию лить там в борщ куда-то не будем а кстати борщ даже если сварим посредственно нальешь жидкого дыма и привкус копчености благородный такой получается вкус и за милую душу метешь так вот состав вода и дым химии нет так что без химии можно купить продукт пока еще можно у нас россия а вот до этого был ольховый дым но прям все поняли что там что-то еще добавлено эссенция какая-то запахом дыма так вот кокосовое масло тоже на хлеб запах кокосом изумительное просто изумительное побаловаться детей побаловать но к основному приступим к основному приступим значит бытует мнение в интернете что заваривать заливать кипятком 100 градусов и заливать кипятком подостывшим 80 градусов вот мой походный я бы сказал что даже года полтора не мыл но нам смысл можем а давайте поразвышляем я говорю что люди часто не думают вот он термос предположим что чаку надо заваривать кипятком остывшим до 80 градусов вот я накрошил ножом чтобы хорошо крошилась и она сначала замочить на ночь там она хорошо крошится то есть она набрала воды холодной воды мы засыпаем в термос пола металлическая и наливаем крутой кипяток 100 градусов как вы думаете через пару секунд этот кипяток сколько градусов будет правильно максимум 90 потому что чага на себя возьмет температуру и металлическая колба термоса тоже на себя возьмет температуру вода практически остынет минимум на 10 градусов а 90 градусов хотя не меряем может и 85 это уже не 100 но это для тех кто придерживается именно такого варианта заварки в 80 градусов по цельсию я чтобы в лечебно-профилактических целях часто в термосе завариваю чтобы по-быстрому попить чай как в прошлый раз прям кипятком залил и все и если помните раньше то не дураки жили мы думаем сейчас такие продвинутые видите вот толкостенные а если помните раньше чайники были фарфоровые такие то же самое что китайский чай ты туда сыпешь что лекарственные какие-то растения что чагу наливаешь кипятка мгновенно вода уходит в этот толстенный фарфор температура воды и опять же там градусов 90 и ниже и уже при этой температуре заваривается то что ты там заваривает надо учитывать но ребятки а давайте вместе подумаем наши эти знахари что называется чтобы добиться того или иного лекарственного лечебного эффекта они могли варить траву могли могли варить полчаса траву правда у них часов не было на руках но долго варить то есть вот эти знахарьки травники колдуны ведуны и так далее они знали как заваривать какую траву и в каком случае ее там при 80 градусов хотя градусников у них не было в каком случае надо выварить до тузлука чтобы ну разные лечебные свойства одна и та же трава имеет а тут я призываю почему люди не думают надо думать никакой доктор вот доктор в лучшем случае пропишет травку какую-то там раньше обязательно прописывали вот я помню там помимо там от гриппа того сего значит других варзе я имею ввиду прописывали таблетки и плюс травки сейчас могут травки вообще не прописать а уж как принимать ну в лучшем случае там аннотация да но не факт потому что одна и та же трава имеет разные лечебные свойства при разной ее обработке ее можно сделать на воде можно сделать на кипятке можно сделать на горячей воде можно сделать в водяной бане что делается можно как следует отварить можно сделать на спирту можно сделать вытяжку в подсолнечное масло в медвежий жир и И погнали-поехали, одну и ту же траву. Прикидывайте, какую медицину на сегодняшний день забыли, угробили. Везде надо думать путем проб и ошибок, пробовать не себе. На себе попробовал, в 90-х годах научился, передал эти знания своим детям, внукам, как раньше было. И знание не уменьшалось в народе, а накапливалось. Почему ведьм инквизиция жарила вовсю на кострах ведунов? Почему Петр I приехал с Европы, там где ведьм жарили, и всех 300-летних стариков, ну это обобщенно сказано, вообще мудрых людей, поуничтожил? Причина абсолютно та же. Надо было искоренить истинные знания из народа, чтобы народ стал тупее. Накинул им табак, курение, картошку, там спирт пошел. И все, и позаменили нашему, дорогую, нашему сердцу, народную медицину. И народ сейчас уже, тот, кто обращается к этой народной медицине, я уже сталкивался с этим, даже считают, и на раз... Понимаете? Ну, а мы сейчас дальше пойдем. Информация будет интереснее. Значит, я пообещал, что про мухоморы, подробности там на своем сайте больше рассказывать не буду. Сказал, что это для того, чтобы пожалеть, пожалеть, пожалеть тех подписчиков или зрителей, которые не в теме. А это нехорошо. Очень-очень-очень интересно. Так вот, есть такая трава кровохлебка. К сожалению, она исчезает в наших широтах. Как исчезают? Поля, леса, звери, все исчезает. Реки, рыба в них, исчезает их трава. Была она когда-то на всех у нас лугах росла. Сейчас ее встретить уже можно нечасто. Так вот. Есть кровоостанавливающие средства, общепринятые. А кровохлебка, помимо того, что там лечит дизентерию, погнали, я просто перечислять не буду, дыхательную систему очищает и так далее. Помимо всего этого, она еще внутреннее кровотечение останавливает. Не люблю эту тему. Излишнее кровотечение при мастурациях. Ну, вообще, внутреннее кровотечение. Желудки, может быть, язва желудка и так далее. Ну, и внешне. И помимо ее сильнейших бактерицидных и антиоксидантных свойствах, знали вы про эту кровохлебку? Не знали. А я хочу к шаманской медицине подойти. Кстати, кровохлебка в шаманской медицине имела одно из первых мест. А кого мы считаем шаманами или кем? А так, как к нам навязали СМИ, телевизоры. Такой хрен бегает с бомбом. Упал там ноги кверху, очнулся утром. Что-то умное сказал. Шаманы, их основная роль была лечить людей. Ну, и общаться. Общаться с духовным миром. А это еще более далекая такая, скажем, тема для большинства. Мне даже, говорю, пригрозили. И не один раз, что ты это завязывай, езди на сплавы, лови рыбку. И все. И не думай ни о чем. Так вот. Шаманское. Хоть раз вы слышали? Рапе. Что это такое? Да, у нас оно было в России, но его свойства прятали. Рапе есть очень много видов. Сделано из растений и деревьев Амазонии. Бразилии, там какие еще Аргентины у нас страны. То же самое это шаманское снадобье, что называется. А я как почитал состав, там и пепел, какао есть. Ну, и то, что нам известно. Там еще пару растений знакомых встретил, но в основном их растения. Так вот, рапе есть десятки видов рапе. По-нашему, это понюшка табака. Помните, нюхательный табак? Раньше, раньше, раньше был. А то, что было раньше, это не для дураков было. Все было обосновано. Так вот, это понюшка табака. В зависимости от сорта. По-индейски рапе. В данном случае кунта-нава. Юки-ава. Она имеет уникальные свойства. Напрягитесь. Кто-то начнет плеваться. Вот тот, кто не успел плюнуть, слушайте. Так, 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 так. Рапе кунта-нава кути-кава. Это сорт рапе для медитации и самоисследования. С мощным воздействием на сердечную чакру и чакру третьего глаза. Он помогает снять внутреннее напряжение, тревожность, устранить беспокойство, развить внутренние силы. Но если, как бы, забежать чуть вперед, у мухоморов есть очень много аналогичных свойств, как у рапе. Вот то, что прочитал, это почти что про мухомора. Я сейчас не рекламой занимаюсь, но то, через что я прошел, я знаю. Сплю я сегодня, даже если в час ночи усну, шесть я бодренький. Кто бы так хотел? Кто бы хотел на турнике подтягиваться и не говорить, ой, то вот заболела. Погнали. Рапе раскрывает энергию кундалини, потоки инь и янь, свободно движутся в обоих направлениях. Но опять же, для посвященных все ясно, а для непосвященных слушайте дальше. В основе этого сорта растение иутикава, известно в Южной Америке, как целебно традиционное семейство растений, не буду по-английски читать, распространено в влажных лесах. Но вот я уже сказал, этот сорт рапе воздействует на душу тела и не только, слушайте, оздоравливает организм на физическом уровне и делает силы для глубокого погружения в себя. Сорт отличается, отлично подойдет для тех, кто уже знаком с РФМ и хочет сделать медитацию более глубокой. Помогает погрузиться в сердечную чакру и начать самоисследование. На уровне самоисследования стоит самоисцеление, чем я занимаюсь в частности, и много продвинутых пацанов и девчонок. Медитация проходит эффективнее, помогает освободить ум от негатива и стресса. Это две вещи, которые губят человека. Негатив и стресса. Ему все не нравится, он в людях, даже с общепринятой точки зрения, в плохих видит плохого, или только плохого. На трассе он напряженный, все не так обгоняют, все там не так ездят. И стрессы. Стресс это источник очень многих заболеваний. Нарушается внутренняя энергетика человека и пошли липнуть физические заболевания. Это железно. Это для дураков, говорю. Умные это уже знают. Энергия кундалини свободно циркулирует на всех уровнях чакры, раскрывается, пропускает поток энергии. Освобождение. Ясность ума. Ясность ума. Вы знаете, много сортов рапа. Одно из них, в частности, освобождает от слизи пазухи. Вот гаммеровые эти, понимаете, да? И носоглотку. И даже из организма начинает выходить слизь. Тот, кто очень много пьет молока натурального, у него накопление идет слизи. И после того, как они там просмаркиваются, прохаркиваются, а выходит иной раз вот столько слизи, они там видят даже глисты, которые живут в пазухах. А глисты могут в человеке, как и в животном, жить везде. В животных, в глазах я глистов видел. Когда резал корову, ее начали, когда наша голова остывает, полезли глисты. То есть очищается вот эта вот дыхательная система, становится ясный ум. Дураков говорю. А умный должен понимать, что а как? Дыхательная система, мы в принципе, это наша еда, дыхание. И когда у нас очищается это, запах начинает, запах ощущения. В 3, 5, 7, 10 раз у человека возрастает. У кого-то в 2 раза. Кто-то возвращается на уровень детства, когда все, он ходил по лугам, слышал, видел и нюхал. Все было чисто. Это не шутки. Я говорю, что это не шутки. Так. Ну и РП, этот сорт, способствует заживлению ран и останавливает воспалительные процессы. Значит, я физику, энергетику заживления ран, останавливания крови, в этом случае я, ребята, говорить, рассказывать вам не буду. Это хотите, сами интересуйтесь, как это происходит. Это почитать надо. Все взаимосвязано в организме. И только что я вам про российскую нашу кровохлебку говорил. Только что, ребята, а свойства похожие, останавливает внутреннее критечение, выводит из организма паразитов. А паразиты это не только черри. Эти противовоспалительные, антиоксидантные свойства, это и есть что. Она убивает враждебную микрофлору. Человек начинает лучше думать, лучше соображать. Очищается дыхательная система. Активность вилочкой железы увеличивается. У него больше способностей что-то творить, что-то придумывать. Более работоспособность становится. Наше растение. А теперь давай подумаем, почему мы все это забыли. А забыли, ребята, не мы. Нам это из башки выбили. Все это шаманские ритуалы. Все это демонизм. Вот современная наука, современная медицина. Я эту медицину на себе испытал. И вы. Лечишь и калечишь. Или не вылечиваешь. Или лечишь симптомы. А причину никак вылечить не можешь. Доктора пошли. Я про всех докторов говорить не хочу. Но квалификация везде падает. А причина. Кому-то наверху неохота, чтобы мы были здоровые. А еще более главная причина, чтобы не были умные. Чтобы не понимали, что вокруг нас происходит. Нам по зомбоящику сказали вперед. В ружье. Мы пошли в ружье. Нам рекламу показали в пятерочке продукты консервированные. Этот продукт не относятся. Но вот в таких баночках, 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 баночках. Блин, тушенку открываешь, она на солнце не портится 4 дня. Почему не портится? Мясо пролежит. Даже просто хорошее мясо сварил, выложил на солнце. А он к вечеру уже вонять начнет. То есть нам вдалбливают. Делают на нас деньги, ребята, деньги. И вот я про это РП прочитал, только один сорт. Представьте, сколько оно, то есть она психические заболевания лечит, много физических заболеваний лечит. Что между собой, кстати, взаимосвязано, повторюсь. Так сколько она таблеток может заменить, пацаны? Которые надо покупать. А почему там у них, у индейцев еще, в Южной Америке, в Бразилии, Аргентине, еще это процветает? Потому что там немножко другое правительство, которое, может быть, и хотело добраться до них. Но они же вот так и с таким менталитетом, что добраться до них очень далеко. Они, многие варианты РП, они просто-напросто держат в тайне. И употребление их тоже держат в тайне. И получается, что государство на них никак заработать не может. А на нас, ребята, не ходите в лес, не лечитесь, сидите дома, смотрите ролики, ешьте с пятерочки, покупайте в аптеке. И еще, если у меня открыто, так, если открыто, так, РП, РП, ну ладно, это может быть другим. Ага, Сананга, ребята, Сананга, в России тоже есть у нас продажа. Это капли в глаза. Тоже основной рецепт, можно сказать, утерян. Или там хранится, в Южной Америке. Закапываешь капли в глаза, дикая боль, минут пять, просто дикая боль. После чего, как бы, все восстанавливается, улучшается зрение. Есть ролики, люди все закапывают, потом, как бы, тестируют. Улучшается зрение ночное, очень серьезно улучшается. Естественно, индейцы эти вещи для себя готовили. В джунглях ночью у них там освещения нет. Им надо охотиться, им надо видеть. Им надо видеть врага, надо видеть зверя подошел, который к их лагерю. И еще куча свойств этих капель. Я говорю, может, на следующий раз оставлю. Приобрету, рапе, приобрету. Денег нет, ребята, приобрету. И попробую протестировать. Для вас. Еще раз говорю, что шаманы, это люди, ведьмы, ведуны, кто еще у нас. Это люди, которые несли настоящее знание об истории, о природе происхождения человека, о лекарственных растениях, о розе ветров. Они могли предсказывать погоду. Еще наши старики, еще недавно, без барометра, а, дождь будет. Я застал, еще недавно, лет 10 назад на Терном море отдыхал. Мужик сидит, хозяин. Говорит, дней через 5 будет дождь. А там далеко-далеко в горах все погромыхивает. Оказывается, в районе Новороссийска, если будет гроза, то она за 3-4 дня там в горах сначала горохочет, потом спускается. То есть, люди, которые жили на природе и знали. Знали свою духовную составляющую, знали свою физическую составляющую. И знали, как сопрягать эти составляющие. Значит, тот, кто досмотрел ролик до конца, у меня открылся телеграм-канал. Там я выставляю то, что большинство людей не хавает. Только те клюют, кто считаются белыми воронами. Которые в коллективе не могут найти себе собеседника. По уровню и по желанию тех знаний, которые они хотят совместить. У меня есть телеграм-канал. Он как раз... У меня есть телеграм-канал. Я его открыл, ссылочка внизу. Значит, заходите, смотрите. Именно те пацаны, девчонки, которые предполагают, что у человека есть физическое тело, есть духовное тело, что есть, помимо физической жизни, еще жизнь дальше, то есть она продолжается. Что есть йетти на земле, что есть неопознанные летающие объекты, сущности которых мы не видим своим зрением примитивным и не слышим своим слухом примитивным. Значит, заходите на этот канал. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok